Так, ну что, всем привет! Обзор рынка криптовалют за 23 июля. У нас получается 10-12 ночи. В общем, по биткоину у нас получается третий день рост. Ниже тридцатки, как я говорил, мы не упадем, ну и не падаем. Понятное дело, все возможно. Я не исключаю, что могут еще пролить на 27 тысяч. Но, в принципе, я говорил, что лучше дождаться 23 числа и, соответственно, потом уже наблюдать за ситуацией, так как вчерашний двухдневный отскок мог быть ложным. Вот, посмотрим на самом деле, что будет завтра, потому что завтра могут вполне вероятно пролить. Но посмотрим, что будет на самом деле. То есть пока что, если кто хочет закупиться, это ваше право. То есть по основным монетам в долгосрок частично можно это сделать. Вот, но тот же XRP, кстати, валится. Yota стоит на месте. Тоже там отскок. И вот Zilliqa тоже валится. Zcash, допустим, тоже самое падает, но его видно, что выкупают. По Bitcoin Cash ничего. Кстати, по Chilis я глянул тоже. Стоим на месте, видите, ниже ключевой отметки 20 центов не падаем. По Луне аналогично, по DENTU. По DENTU, кстати, немного отскочили здесь, но можно даже глянуть. 30% если прям снизу убрать. Вот. Ну, в целом, по рынку ничего интересного. То есть пока что пытаемся как-то стабилизироваться, но по большому счету каких-то движений, видите, даже некоторые монеты валятся, поэтому что-то такого сверхъестественного я не заметил. Видите, даже некоторые монетки падают в моменте. Вот. Единственное, мне сказали, а XS там продолжает период дальше. Вот он подрос мощненько. За три дня там практически 2,5 X. Вот если отсюда, то вообще можно было очень много заработать. Ну, я не зашел в эту монету, потому что тогда был на отдыхе и не отслеживал рынок. Вот. Ну, что поделать, как бы не на всем же заработать, поэтому. Вот это такое. Вот. Поэтому пока что скучновато. Ничего интересного. Наблюдаем. Кто хочет закупаться в долгосрок, ваше право. То есть я пока не лезу. Я пока еще наблюдаю за рынком и не тороплюсь. Вот. Поэтому такие дела. Спасибо всем за внимание. Видите, некоторые монеты все-таки падают. А, ну давайте доминацию напоследок. Как же без нее? Нации. Ну, доминация на том же месте. Отскок двухдневного падения. 46%. Так и стоим. Вот. Поэтому такие дела. Спасибо за внимание. Всем ждем восстановления рынка. И будем смотреть, что нам подготовят на эти выходные. Субтитры создавал DimaTorzok 的質疑. Продолжение следует...